Видео сделано при поддержке сайта igao-mobile.ru, где вы найдёте новости, гайды, обзоры на персонажей мобильной версии Mortal Kombat X и Injustice. А также подписывайтесь на группы ВКонтакте Mortal Kombat X Mobile и Injustice Mobile. Ссылки в описании. Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и мы вновь вернулись в Injustice 2 Mobile, чтобы пройти третью главу. Давайте же начнём её. Да, конечно, качество мульта не очень. Ох, прекрасная Харли. До сих пор не добавили русских субтитров, блин. Ну что за беда такая в игре? Что мне интересно, дорогие друзья, то, как разработчики в мобильной версии реализовали вот этот вот выбор, за кого вы хотите играть в сюжете. В данном случае сейчас у нас будет как раз Канарейка и Зелёная Стрела. Мы будем выбирать, кого из них брать на задание, так скажем, и биться с тем или иным персонажиком. Вот это будет очень интересно. Мы сможем сделать это, Брюс. Ты тоже наша семья, Брюс. Я готова чё-то это закончить. Ну и вот здесь сейчас у нас как раз новая арена будет. Вот эти гориллы, блин. Те, кто уже смотрели сюжет самой игры, отпишите в комментариях, что вы думаете вообще по сюжету второй части Injustice 2. Будет интересно почитать. Дно или нет? Ну вообще сюжет простенький как бы. Мне понравилась концовка Супермена. Горилла Сити. Время придёт. И восстанут машины из пепла. Ладно, шучу я, короче. Больше никакой Лиги Справедливости. Больше никаких там других чуваков. И тут у нас Бэйн, значит, Дэдшот, Пугало, Гепард, насколько я помню её зовут. И прекрасная помощь Нави. Смотрите-ка, нам не добавили только Гепарда. В дальнейшем, я думаю, её по-любому добавят. Зачем им стволы, блин? Они такие здоровые, мне кажется, им пофигу вообще на пули. Как же мне нравится Харли, блин, она классная вообще. Она такая и милая, и дерзкая, и прям вообще волшебная девчонка. Итак. Ща мы будем, по-моему, против кого-то биться. То ли против Бэйна, то ли против кошки. Но могу ошибаться, честно говоря, не помню. Было бы круто против Гепарда побиться, и прикиньте бы, она здесь была. Вот я сейчас не помню сюжет против кого, но точно против Бэйна мы будем сражаться. Сосиантий. Вот он встал, здоровяк, блин. А, Дэдшот такой походняк у него, слышите, пацаны, я самый крутой тут на самом деле. Мне кажется, качество картинки страдает все потому, что это мобильная игра, и особо, чтобы много она занимала, не есть хорошо. Ага, значит у нас остался... Горилла Гротт и кошка. А, еще Бэйн. Итак, сейчас мы, по сути, должны выбрать кого-то из них. Итак. Против кошечки. Давайте, наверное, канарейка поборемся. Че? А, вот так вот, да? Никаких выборов, да? Значит, просто канарейку. Баба против бабы. Блин. Обидно, досадно, но ладно. Слышь, ты че тут своим хлыстом-то, а, дорогуша? Короче, у новой арены нет никакой музыки. Предъява к разработчикам сразу же. Уже в предыдущем видео я об этой фигне говорил, мне это не очень понравилось. Че ты сказала, су? И после Кааа мне не послышалось. Слышь, дорогушка. Сейчас я тебе дам, блин, люлей. Давайте-ка, третий спецприемчик. Отлично, немножко остановили ее. Вообще, канарейка должна быть бомбическим персонажем. Посмотрим, конечно, как прокачаю я ее. Давай, второй спецприем. Мать, я еще раз. Я надеюсь, сейчас она мне икс-рэйчик не пропишет. Воу. И первый спецприем. Блин. Все-таки я не успел. По мне, так реально, игруха стала чуть пободрее. Напишите в комментариях, как на вашем устройстве. На, отлично, завалили. Слишком слабо, дорогуша. Ага, а сейчас я думаю, что мы будем биться за зеленую стрелу против Бэйна как раз. И тут Бэйн сейчас идет. Ага. Ядовитый. Зеленая стрела. А, ну все тут прописано же было. Блин, я, честно говоря, думал, что все-таки предоставит выбор. Ну, так как вы видео смотрите уже после нескольких дней с выхода обновления, вы, скорее всего, уже все знаете, дорогие друзья. Блин, Бэйн, честно говоря, офигенный здесь. Очень хочу его прокачать тоже до четырех звезд и потом вам показать. А также есть золотой Бэйн. Фрагменты которого можно получить только, насколько я помню, в седьмой главе. Ну, че? Ага. Короче, наша красавица побежала. Сейчас он сломает стрелу. Все предсказуемо. Ну, давай, Бэйнчик. О, отлично. Арена немножко вот не такая, прям как в консольной игре. Она более плоская, что ли. Так. У нас сейчас бонус класса, и это очень круто, как бы. Воу, тихо-тихо. На-ка тебе. Не ожидал, что я немножко тебя истощу. Мужичара, блин. Оп, блин, хотел назад, а то откатить не получилось. Вот так вот тебе. Давай-ка мы у тебя еще энергию заберем. Так. Ох ты, блин. Я все-таки думал, я его впаливать смогу зафигачить. Но нет. На-те, ох. Чего там, Боди? Ты раскроешь мое Боди? На. Блин, нифига себе, ему, по-моему, от этой стрелы ничего практически не было. Мужик, ты успокойся. Держимся. Держимся. Серьезно, на-ка-те. Давайте попробуем накопить на третью спецатаку энергии. Кто накопит быстрее, я не знаю. Но вроде как это. Близко, близко прям уже. Все, можно использовать так. Тихо, мужичара. Блин, вообще по чуть-чуть отбавляется. Лишь бы он сейчас вы... О, черт. Я тебе сейчас, блин, покажу. О, дед, блин. Мужик. Воу. Ну-ка, на тебе еще. Отлично, завалили, блин. Он бы смог меня тоже завалить. Давай, дорогуша. Опа. Все. Сейчас сдуется наш Бэйн. Отлично. И у нас следующий акт. Должен быть. Ага. Судьбоносное предупреждение. О, здесь мы будем против Фейта бороться. Нет. На. Отличный удар пяткой в лоб прям. Солнышко прилетело. Блин, меня напрягает то, что музыки нет на этой арене. Если вас тоже это напрягает, поставьте большой палец вверх. Я пришел к вам из самой задницы. Из темноты. Я хочу вас предупредить об опасности. Короче, я хочу вам помочь. Вы останетесь живы, если пойдете со мной. Что-то типа-то он там говорил. Судя по сюжету, который я смотрел, не помню на каком канале. Пойдемте со мной, и я смогу сохранить вашу жизнь. Все, короче, умрет. Ну, давай, давай. Кем сейчас мы будем биться? Канареечкой? Постой сзади, мужик. Блин, у него фигурочка вообще оттаз. Ну, давай. Что-то там друзья ей говорили. И тут мы поперли, короче. Ну, иди сюда, красавчик. Я тебя сейчас наваляю. Так, держимся. Фейт вообще эффектный пирс, честно говоря. Особенно, когда вы все обмундирование на него оденете. Да, блин, ты-то задолбал своей магией. Кстати, у него очень медленно жизни отбавляются. Держимся. Ух ты, ё. Да, блинский кот. Давайте сейчас попробуем на x-ray накопить. Да, что ж ты будешь делать? Мне так хочется ему навалять быстрее. Так, хоп. Ой, блин, опять я что-то не то сделал. Короче, лови мой спецприемчик. Не особо они здесь, конечно, круто выглядят, но... Местами даже неплохо. Не-е-е. Not bad, not bad. О, вы видите? Неплохо так жизней. Супер увеличение. То есть я ему сейчас больше урончик буду наносить, да? Иди-ка сюда, мужичара. Эх. Жаль, вот второй раз нельзя использовать данную спецатаку. Придется на третью копить. Либо он сейчас на мне свою третью использует. Давай, давай, давай. Ну-ка успеем его завалить до того, как он мне покажет. Отлично. Завалили. О. Глюк небольшой был. В видеоролике. Сейчас они снимут ему маску. Он такой скажет, о, я добряк. Со мной что-то случилось. Меня... Бес хотел сказать попутал, а броняк попутал. На самом деле. С тобой все окей? Я не могу себя контролировать. Если бы не вы, я бы что-то натворил. Не, мужик, ты намного брутальнее выглядишь в этой маске. Пожалуйста, одень маску. Во, и сейчас ты красавчик. Короче, я улетаю. Ну реально, он в маске офигенный. Да. Спуки. Давай найдем Грода и наваляем ему люлей. И тут следующая, наверное, у нас глава. Зеленой стрелой мы будем биться против Грода. Ну давайте попробуем. Догоняем, короче, Грода. Но тут, блин, несколько... Тварей нас ждет. Я справлюсь с ними сам. Вы добрызвы. Мы рады, чтобы проверить. Но ты пришла с нами. О-о-о, он может останавливать стрелы? Бедная Харли. Я надеюсь, он ее не сильно помял. Классная она. Напоминает мне Синдел. Синдел тоже орала из Мортал Комбат. Ты любишь бананы, да? Или это неофенсивно? Ты любишь бананы. Как миньоны. Ты просто дурак. Итак, сейчас будет битва. Так, держимся. Как же меня напрягает то, что нету музыки в этой арене. А так, Гродик, так ничего. Тоже, кстати, серебряный. Ну-ка, давай мы тебе понизим немножко энергетику твою. Отрицательную. Так, оп. Отлично. Я люблю обычно заканчивать подножкой, потому что подножка, она немного назад отбивает нашего соперника. И потом мы иногда можем вот нормально сделать комбо длинное. О, сейчас не получилось, конечно. Вот сейчас подножку делаем, короче. И надо вовремя... Нет, не получилось вовремя. Длинная комбо, это классная штука. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Я знаю, что ты меня размажешь. Давайте, короче, попробуем накопить на X-Ray-чик от зеленой стрелы. Да нет, чувак, ну не получится у тебя. Я тебе прям вот стопудово даю. Так, и вот наш X-Ray-чик. Супер, спецатака. Да. Смотрите-ка, глюков меньше. Честно говоря, глюков будет больше до обновления. Не знаю, как на андроидах, но надеюсь, что у всех все хорошо. Грот, короче, у нас лежит. Бедняга. Ну, он сам нарвался. Че сказать. Сейчас нас должен захватить Брэняк, насколько я помню. Или кто-то еще сейчас появится. А нет, они сейчас просто, по-моему, его унесут и все. Дело с концом. Ну че, будете сражаться против нас? Нет, они разбежались, короче. Ага. Нагроды, конечно же, наручники здоровые. Давай позвоним Харли, и будет все хорошо. Люди. Вы, короче, победили в битве, но не победили в войне. И сейчас тут кораблик Брэняка появится. Какой здоровый, она сказала. Сейчас он их, по-моему, заберет. Да, все верно. Грот, конечно же, улыбается. Сейчас будет дьявольский злодейский смех. И вот они оказались на корабле Брэняка. И сейчас Брэняк со своим классным голосом будет говорить. Вы победили Гориллу Грота. И вы молодцы. Вот он, красавелла, блин. Вот интересно, он че так спит реально? Марсианин? Блин, он брутальный, чувак. Эта фраза просто, знаете, мурашки по коже. I'm a brainiac. И захватывает, значит, их. А потом превратится в своих марионеток. Ну ладно, те, кто не смотрели сюжет, не буду спойлерить. Опа! Чтоб не орало. Пожалуйста, остановись. Пожалуйста, остановись. Мы сделаем все, что хочешь. Завалим Супермена с Бэтменом. Че ты хочешь? Блин. По-моему, чувак был вообще рядом с землей практически. Как он сейчас оказался вот уже над землей на несколько, наверное, километров. Тысяч километров. Супермен. От нее. Я просто коллекционирую миры и корректирую их внутренности. То есть, уничтожая типы людей и заселяя их другими существами. Но я, скорее всего, ошибаюсь. И че сейчас произойдет, вот честно говоря, не помню. Я коллекционирую миры, беру из них лучшее и загружаю себе в мозг. И повышаю свой IQ. У меня тут небольшие технические проблемы были, но ничего страшного. Там он все равно много болтал, неинтересного. А тут, короче, все. Трэш начинается на земле. Прилетает его скелет и вот эти, которые сейчас будут поглощать просто человеческую материю зачем-то. Блин, прям мне в глаз практически. Братский глаз. Покажи мне, пожалуйста, Горилла Сити. Короче, братский глаз захватил у нас броняк. Кто ты такой? Как же он волшебно говорит эту фразу. Ты не сможешь. У него вообще какая-то странная клавиатура стала. Теперь я контролирую все. Даже твою жизнь. Прикольный у него логотип. Зачем? Криптонцы принадлежат мне. Что-то он пытается там отправить ему, видимо, сообщение. Не может выразить словами. Все, я Бэтмен. Там, где не помогают, так скажем, комбинации из клавиш, приходит Бэтмен. Прям терминаторы. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам-та-дам. Короче, прикольно. Сейчас они будут кататься на его Бэтли-тучке. Волшебно, конечно, круто. О, кстати, наверное, скоро добавят и Адама. Пока тут полный треш творится, сейчас увидит это супергерл и скажет О боже, это же броняк. Он убил мою маму. Козел такой. Насколько я помню. Блин, мне все-таки супергерл очень нравится. Она такая прикольная, простая девчонка. Кара, кто это? А я ничего не скажу. Мы должны позвонить Кэллу. Сказать, что он в опасности. Мбэ. Лекс Лютер Прайсон. Или Пайсон. Короче, тюрьма Лекса Лютера. И тут у нас сидит Супермен в заключении. Блин, как долго мульт идет. Скучает такой. И сейчас Бэтмен, по-моему, подкрадется сзади. Типа, эй, мужик, привет, как жизнь? А дальше я не помню, какая глава. По-моему, что-то с Флэшем связанное. И, блин, если будет связано с Флэшем, значит у нас будет, скорее всего... Может быть, новая арена, честно не помню, но будет и обратный Флэш. Если кто заметил, Флэш, когда побеждает, если вы берете обычного серебряного, он так ехидно и хитро улыбается. Прям улыбка обратного Флэша. Че-то я Криптон. Как я могу завалить его? Никак. Никто, кроме меня, его не завалит. Отпусти меня. Я как-нибудь без тебя справлюсь. Это моя битва, Брюс. Ты нужен мне. Я нужен тебе. Брюс, Брюс. О, блюдок. Ну вот, дорогие друзья, мы наконец-то прошли. Достижение доступно. Сейчас мы заберем все кристальчики, которые нам подкинули. И можно будет открыть какой-нибудь сундук, наверное. О, 50. Отлично, давайте еще. Мне мало. Еще. Давай. И последний. Опа. Все, отлично. Ну что? Предлагаю, конечно, открыть какой-нибудь премиум сундук. И я надеюсь, что мне здесь попадется... Блин. Какого фига? Где мой золотой персонаж, блин? Опять мне дадут фигню сейчас какую-то. Давайте пропустим. Бэтмен. 10 фрагментов. Уроды. Просто я не знаю, как их еще назвать. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и посмотрели на третью главу в Injustice 2 Mobile. Забавно! Кто хочет продолжения, конечно же, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. А с вами был Фликер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok